Роблоксянчики, всем привет! С вами, как всегда, я с Квирти и добро пожаловать в Adobe. Сегодня мы будем смотреть два офигительных дома. Чувачок скинул мне в дискорд свои дома и я был просто в шоке, насколько они крутые. Но перед началом давайте, конечно же, сыграем в наш любимый челлендж, ребятки, челлендж 5 секундочка. За 5 секунд вам нужно будет успеть нажать на лайк, подписаться и нажать на колокольчик. Итак, поехали! Раз, два, три, четыре, пять! Ребятки, кто успел? Большие-большие молодцы! Добро пожаловать в Армия Роблоксян! И если ты хочешь, чтобы я заметил твой комментарий среди тысячи, тысячи других комментариев, то просто напиши хэштег Армия Роблоксян и я обязательно кликну на сердечко на твоем комментарии. А также, ребятки, напоминаю вам, что я продолжаю раздавать эти прекрасные райд и флай зелья. Для того, чтобы у вас была возможность получить данную зельку, нужно написать тайм-коды от секретных смайликов. Эти смайлики могут располагаться где угодно. Вверху, внизу, слева, справа, абсолютно в любом месте. И если вы найдете эти смайлики, а вы должны найти эти смайлики, то обязательно пишите их тайм-коды и, возможно, именно ты выиграешь флай или райд зельку. А победитель из прошлого видео находится в первом закрепленном комментарии. Дружочек или подруга, поздравляю тебя с призом. Напиши мне в инстаграме и я обязательно вручу твою зельку. А мы начинаем, ребятки. Сегодня к нам на обзор домика попал чувачок по имени Димон28123. Его на самом деле зовут Дима. У него несколько крутых домов. Я не знаю, сколько денег он потратил на это, но они реально очень крутые. Сейчас заходим в первый из его домиков и посмотрите, что нас встречает, ребятки. Это какой-то шлагбаум. Это шлагбаум, посмотрите. Здесь должно быть разрешение какое-то или что? Я не понимаю. Дмитрий, уберите шлагбаум. Все, все, я проскочил нормально. Нормально зашли. Итак, что мы здесь видим? Ребятки, ну я прям в восторге. Вы посмотрите. Начнем, наверное, по часовой стрелочке, как мы с вами любим. И по часовой стрелочке первым у нас находится здесь здание. Это пиццерия. Давайте в него зайдем и посмотрим. Давайте сначала вокруг пробежимся, посмотрим, что здесь вокруг находится. Значит, у нас есть значочки пиццы. Вообще, выглядит очень красиво. Здесь какая-то кафешечка, где можно посидеть снаружи, прям поесть пиццу. Сейчас мы сделаем, приготовим пиццу и сядем на кафешку, на кафешку и сядем на эти стульчики, короче, которые находятся за кафе или как это сказать. Короче, вы меня поняли, что я хочу сделать. Итак, заходим. Сейчас будем готовить пиццу. Здесь есть печь. Это великолепно. То, что здесь есть печь. У многих ребят нет печи и меня это сильно расстраивает. Я же не хочу есть сырое тесто. Ребятки, я вам рекомендую, если кто-то, когда мама готовит какие-нибудь пирожки или мама готовит пиццу, например, или батя готовит пиццу, не ешьте. Даже если родители вам дают сырое тесто, попробовать или еще что-то, не ешьте сырое тесто. Оно вредное. По крайней мере, мне моя мама так говорила, что это вредно. Сырое тесто есть нельзя, но что-то там вредит. В общем-то, уточните у своих родителей, как они относятся к сырому тесту и можно ли его есть. Прямо сейчас можете подбежать и спросить, мама, можно или батя, а можно есть сырое тесто? И напишите в комментариях, мне интересно, разрешают ли вам родители есть сырое тесто? Мне не разрешали. Итак, наша пицца готова. Давайте посмотрим, пока, пока пицца наша остывает. Сейчас посмотрим, что здесь еще находится. Поварешки, сковородки, какие-то тазики, все здесь есть, терочка, хлебушек, бутылочки с маслом, а это у нас блендеры. Посмотрите, какие блендеры прекрасные. Кружечки, тарелочки, все очень красиво, все очень красиво, все. Мы готовы теперь выходить и кушать прямо на летней веранде. Я вспомнил, как это называется, это летняя веранда. Кушаем! Ребятки, садитесь рядом со мной, но что без пиццы-то? Мне как-то неудобно, я сижу один кушаю, что за дела? Ну вот. Уже даже ночь наступила. Все, пиццу мы сейчас покушали. Ааа, вон прям не печеную ест, нормально. Я говорю вам, не ешьте сырое тесто, он берет. Девочка, алло, ты что делаешь? Она просто сырое тесто ест. Перестань, фу, перестань. Все, отправляемся дальше по часовой стрелочке. Слушайте, мне кажется, что-то здесь есть скрытое. Ну-ка, ничего нету. Так, на крыше мы запрыгнуть не можем, но на крыше мы видим огромный лак. Опа, я могу запрыгнуть на крышу. Погодите, давайте запрыгнем на крышу, посмотрим, что же там на крыше. Логотип пиццы. Логотип пиццы сделан вручную. Посмотрите, очень-очень похоже на пиццу. Это как будто у нас перчики чили, а сверху что-то прозрачное, наверное, лучок. И, собственно, томатный соус. Ну, достойно, достойно, мне нравится. Итак, отправляемся дальше, смотрим, что это такое. Какой-то розовый домик, пока не очень понятно, что это такое. Ой, там дальше продолжение есть какой-то. Фига себе. Подождите, а вот это что за розовый домик? Не пойму. Никакой вывески нет. Здесь есть как... Может быть, это конюшня? А? Может быть, это конюшня? Смотрите, здесь у нас есть колесо от колесницы. Розовая. Возможно, там конюшня с девочками. С девочками-лошадьми. Окей, заходим, смотрим. Открываем дверь. Та-да-та-та-та-та-та. Это, походу, просто какой-то женский дом. Ну-ка, подождите. А вот здесь мы дверь откроем. Все, да, здесь выход. Заходим обратно. Смотрим. Походу, это просто женский дом. Посмотрите, давайте зайдем сразу наверх. Посмотрим. Да, да, это просто женский девчачий домик. Выглядит достойно. Мне нравится. Все очень лампово. О-о-о-о. Слушайте, а вот это вот потолок-то, видимо, не от дома или от дома. Не пойму. Вот этот потолок от дома или нет? Как думаете? Мне кажется, здесь стоит какая-то еще заглушка. Потому что как эти лампочки можно было по-другому повесить? Мне кажется, только с заглушками. В любом случае интересно. В любом случае, Диман постарался. Кроватка выглядит здорово. Есть, конечно же, библиотека. Ребятки, вы знаете прекрасно, как я люблю библиотеки, как я люблю изучать английский. Точнее, как я люблю, когда вы изучаете английский. Потому что мне уже слишком поздно этим заниматься. Я уже слишком стар для этого. Но если вы сейчас играете в Roblox, в Adobe Smith или в любую другую игру, вместо того, чтобы изучать английский, все бросаете и изучаете английский. Это очень важная вещь. Вот вы растите, и вы скажете мне спасибо, если вы по моим советам будете жить. Итак, отправляемся в следующий домик. Домик хороший, обычный, девчачий домик. Да, слушайте, это домик. Я что-то, я что-то затупил. Ребята, этот домик-то вообще с нуля сделан. Этот домик просто сделан с нуля. Посмотрите, это все сделано из стеночек. Это все из стеночек. Слушай, респект. Офигенно. ГС Дима, что такое ГС Дима? Заходим, открываем двери. Товарищи, заходим, заходим, где все. Заходим сюда, смотрим. Парк. Парк Дима. Очень интересно, очень интересно. Желтый мой любимый цвет. Напишите, кстати, через хэштег ваш любимый цвет. Например, хэштег зеленый, хэштег желтый, хэштег розовый. У меня любимые цвета это желтый, розовый и, наверное, зеленый. Желтый, розовый и зеленый мои любимые цвета. Итак, смотрим, что это такое. Я что-то, если честно, это что такое вообще? Посмотрите, камон, это что такое? Это какие-то игровые автоматы? это игровые автоматы мне кажется знаешь чего это такая там должна быть еще рука сверху такая передвигается мне кажется это это либо это какая-то попкорница чей-то так надо спросить у него я прямо сейчас не спрошу что это такое дима что это сейчас он нам ответит сейчас мы разгадаем истину что это за этой решетки великолепно это решеточки диман давай напиши нормально пожалуйста мне очень интересно чуть такое для это решетки для решеток лайк я думаю попкорн все его все в решетках великолепно окей мне тоже кажется то что это попкорн отправляемся дальше это какой-то магазин слушайте ребята это же магазин это парк но почему парк называется непонятно это магазин с игрушками и вещами посмотрите у нас здесь на полочках стоят великолепненькие единорожки и пингвинчики а это скорее всего аппарат как в котором можно выбить этих игрушек мне так кажется здесь вот какой-то офис менеджер наверное сидит и смотрит чтобы никто не мухлевал и так отправляемся дальше очень красивое здание здесь мини здание такое отправляемся дальше смотрим здесь у нас панорамные окна вы посмотрите панорамные офигенные окна здесь можно просто часами проводить и смотреть как у нас встает солнышко как у нас заходит солнышко как встает луна просто великолепно на самом деле ребятки это как-то похоже на зал ожидания видите как будто это зал вы ожидание в больнице только тут телек of не хватает агей смотрим вот это похоже на туалет и давайте зайдем посмотрим что это и это да это ванная да это ванная стой слушать о туалет какой-то японские новые видимо новые какая-то модель туалета и я таких туалетов ними я не видел раньше окей а 2 это у нас что это видим туалет для девочек до 1 туалет для мальчиков 1 туалет для девочек все очень логично и здорово а слушайте тут нас какой-то прям гендерное разделение вы посмотрите здесь желтые ой желтый господи розовые розовые сиденья для девочек и голубые сиденья для мальчиков то есть я сюда садится по идее не могу мне нельзя сюда садится потому что это розовые mac donalds ё-моё это макдональдс серьезно здесь есть даже макдональдс офигеть я не знаю как назвать это видео ребята я я буду очень долго думать как назвать это видео его уже можно по всякому назвать его можно назвать и макдональдс и пиццерия и просто куча куча названий на языке я буду думать над этим я буду думать так смотрим здесь есть очередь посмотрите так я надеюсь там кассир будет так хочу очередь какая странная ну-ка сейчас напишем ему в чат бургер пожалуйста дмитрий будьте добры пожалуйста бургер он отвечает просто двумя решетками да ладно бургер пожалуйста да просто да я есть да бургер вы представляете приводит приходит такие в макдональдс на кассу бургер пожалуйста кассир такой да мне чизбургер за 199 рублей пожалуйста лол так у нас тут почему-то в связи с карантином хот-дог ну тоже неплохо в принципе хот-дог спасибо я готов покушать ход а хот-дог не меня дали или кому отдали худок не пойму а вот смотрите хот-дог отдали нашему товарищу и мне тоже хот-дог но нормально чё ну чизбургер хот-дог ладно я и это съем я не против давайте спасибо вкусный хот-дог спасибо огромное правда бесплатно это купил по Koh complete but ну ничего страшного какие отправляемся дальше хот-дог мы с вами съели в принципе надо было наверное покушать вот здесь он нам дали чизбургер ребята нам дали чизбургер давайте покушаем чизбургер прямо здесь ням-ням-ням какой вкусный чизбургер пасибо огромное вот это настоящий mcdonald's это топ макдональдс мне дали на халяву хот-дог и медали на халяву чизбургер великолепно и так а мне интересно что это за два таких для таких двери чуть такой ну а вот это вот кухня смотрите прям как на настоящем макдональдсе вот эта кухня здесь у нас есть два с вами смотрите тюбика это для горчицы и для кетчупа на самом деле открою вам тайну когда-то давно очень давно я работал в макдональдсе я я к сожалению не готовил ничего и не стоял на кассе я занимался немного другим но я прекрасно знаю как выглядят все эти соусы как кухня выглядит изнутри и это на самом деле очень похоже да это очень похоже димон что-то у нас падает просто очень устал видимо заготовился чизбургерами и хот-догами очень сильно устал и даже упал а давайте посмотрим что такое по идее это здесь должны находиться склады какие-нибудь где заморозка всякое находится но здесь у нас кухни туалет для персонала похоже очень очень похоже а здесь у нас что то же самое но видимо для девочек и для мальчиков да все правильно отправляемся дальше ребятки сейчас посмотрим что у нас есть еще здесь а на дворе наступила ночь ничего не видно даже луну слушайте даже луну не видно мне дали бесплатный а что такое желтое что может быть желтая оранжевая оранжевая пускай это будет не желтая оранжевая этого наверное меринда эльфанта спасибо большое так отправляемся что это у нас такое здесь не у какой-то ток-шоу мне кажется проходит ребята здесь него проходит какой-то ток-шоу смотрите здесь все полностью в green screen и здесь наверное какое-то интервью проходит да ребята здесь проходит какое-то интервью здесь у нас есть чай возьмем обязательно кружечку и нальем себе чая чайка мы нак налили сейчас будем чаевничать здесь пить и обсуждать политические темы в стране так скажем слушайте очень классно и свет расположен и смотрите здесь должен сидеть с этот сценарист или оператор я буду в виде оператора кадр 1-2 поехали служите очень здорово мне очень нравится как здесь все обустроено здесь не тоже хромаке только голубой окей здесь у нас какая-то мини кухня или складское какое-то помещение не совсем понятно что это такое окей отправляемся дальше по часовой стрелочке смотрим дальше здесь у нас видимо магазин да ребята это магазин с одеждой кто-то припарковал свою тачку смотрите это настоящая машина очень очень похоже на на машину посмотрите очень похоже на машину здорово здорово так отправляемся теперь в одежду кружку убираем дадон то а подождите-ка подождите к это знаете чего это не магазин одежды это знаете что это химчистка наверно и это знаете чего ребята это стирал очная это же стирал очно я хэштег стирал очная но вы всё прекрасно знаете сами стирал очны или прачечная нет прачечная но так и звучит прачечная но так и есть прачечная это будет на стирал очная мы у нас здесь слова только не существующие не существующие новые слова потом мы сделаем целую коллекцию из наших слов и будем требовать чтобы эти слова добавляли какие-нибудь русские словари у нас есть детитичная кухонечная по-моему вот теперь есть стирал очная все эти слова должны находиться в русском словаре обязательно и так мы здесь посмотрели ну все все понятно здесь можно постирать вещи отправляемся дальше по моему здесь сбоку есть другая дверь нет показалось да это просто химчистка ребята это просто химчистка отправляемся дальше а дальше у нас походу да у нас пиццерия нет или мы не мы были не были в этом доме подождите мы не были в этом доме давайте здесь посидим давайте здесь посидим и наверное покушаем ребятки садитесь сейчас попьем здесь чая сырое тесто я даже не буду к нему придрагиваться диман извини пожалуйста сырое тесто мы не кушаем мы сейчас конечно же попьем чая здесь очень много мы чая выпили на самом деле сегодня не не лишнего ли будет нам чая столько пить мы возьмем яблочко это я мой это яблоко или что а чуть такое красное а это перцы в корзине что-то странно ребят перцев корзине а это что и это перцы а это а это колбаса пепперони от колбаса от пеппер это перцы тут какой странный странный какой-то у пикник был вы бы взяли перцы на пикник и колбасу не на колбасу возможно но тесто сырое тесто ну ладно все окей это здорово это это выглядит классно окей продолжаем дальше в этом домике мы по моему с вами не были еще до в этом домике не были и мне кажется это типа мужской дом дом тот дом был для мая для девочек а это дом у нас получается для мальчиков выглядит тоже классно очень стильненько выглядит прикольно а здесь у нас выход видимо да да выход и так а теперь осталось посмотреть что у нас находится посередине посередине у нас находится с вами прекрасный бассейн ребятки все погружаемся в бассейн плаваем плаваем а с другой стороны по моему тоже у нас находится бассейн или что это ребята и так это лодочка посмотрите это лодочка офигеть как классно сделано это кровать на воде это просто бомбическая бомбическая идея а из нас видимо ракушка это очень похоже на ракушку ребята у нас такая водная ракушечная кровать получается мне очень нравится очень нравится а теперь ребятки мы отправляемся смотреть во второй дом второй дом мне кажется по скринам я посмотрел ничуть не хуже но пока что пока что вот этот первый дом 10 из 10 просто огонь просто бомба мне очень очень понравилось вот это огромное сердце мне очень нравится ребятки давайте здесь постоим под этим огромным сердцем прекрасным и попрыгаем часть еще можно сделать и было здесь дискотека посередине мы бы все дружно потанцевали а так мы можем пока просто попрыгать окей выходим из дома и будем смотреть 2 его офигительный дом роблоктяне прежде чем мы посмотрим второй дом диман сказал мне ну-ка пройди моё оби она очень интересная очень классная я такой ну без проблем давай пройдем конечно и так я конечно тот еще мастер по обе если честно у меня не всегда это получается но здесь мне кажется она достаточно легкая по крайней мере алекс если вы знаете кто такой алекс он делал мне обе гораздо сложнее я прям там бомбил по жесткому можно так сказать аккуратненько проходим и пока мы проходим здесь обе можно даже полежать в ванной немножечко правильно можно полежать в ванной если вы устали господа мои и так поднимаемся а там смотрите нас ждет дискотека дискотека срочно 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 ура мы прошли обе танцуем танцуем ребята все танцуем мы победители мы победители по жизни ребятки кстати хотел вам напомнить если вы хотите со мной поиграть то можете меня зафа ловить в roblox и я частенько захожу на обычные не vip сервера и со мной ребята очень активно играют очень активно трейдится и принципе мы немножечко даже общаемся а также ребятки если вы хотите знать когда я начинаю съемки обязательно подписывайтесь на мой instagram ссылочка будет где-то тут или тут где-то здесь ссылочка будет и ссылочка будет в первом закрепленном комментарии а также в этом видео не будет рекламу дискорд сервера потому что он и так пользуется огромной популярностью среди трейдеров среди ребят которые ищут себе мам пап дедушек бабушек кого угодно и они находят их всех в моем сервере ребятки обязательно в него заходите ссылочка также в первом закрепленном комментарии а мы продолжаем сейчас будет смотреть самый топовый последний дом ребята такое первый раз на самом деле такое первый раз когда я смотрю сразу два дома у человека но второй дом тоже просто бомбически крутой и так ребятки второй дом готов давайте посмотрим зайдем в него и посмотрим что же в нем находится это пиратский дом ребята и мне показ да ребята здесь просто просто бомба отправляемся опять по часовой стрелке но мы даже не успели с вами никуда пойти как нас встречает посмотрите что это такое это настоящий какой-то элитный дом посмотрите здесь у нас есть с вами какие офигенные пары за стеклом здесь у нас с вами мечи за стеклом слушайте это очень классно выглядит это очень классно выглядит идем по часовой стрелочке и смотрим это его рабочая комната ребята это его рабочая комната слушайте она классная вот такие часы я не знаю они продаются отдельно или он сам их как-то сделал наверное как-то отдельно они продаются или чуть я знаю что это такое это просто обычный черный блок и на него он уже нацепил надпись точно наверное это так наверное это так сделано и здесь у него один час дня всегда один час дня давайте посидим и представим как будто мы здесь работаем очень серьезные взрослые люди мы здесь работаем между прочим окей отправляемся дальше смотрим что же нас еще здесь ждет вторая комната это у нас душевая это у нас ванная ребята слушайте у меня просто кайф глаз у меня кайф глаз происходит это очень классно я обожаю все в светлых тонах или хотя бы в однотонных нежных тонах все очень красиво выглядит очень красиво вот это по моему тоже он сам делал посмотрите здесь ну да это по-любому он сам потому что это не кран это микрофон это микрофон ребята но выглядит страны очень классно как будто три реально кран опа-на 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 отходим 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 я надеюсь вы не видели что там было короче это очень крутая ванная окей отправляемся дальше там человек разделся мы даже как-то очень неожиданно было это у нас спальня ребятки это у нас спальня в каком-то японском стиле видимо потому что здесь у нас есть табличка с японскими иероглифами очень крутыми японскими иероглифами в очередной раз мы сейчас будем пить чай окей наливаем себе целую кружку чая и посмотрим может быть в этот раз что-то произойдет с нашим экраном мы уже очень много чая выпили на самом деле что-то должно наверное произойти ничего не происходит нет мы просто опять пьем чай ладненько отправляемся смотрим кроватку полочки красивенькие с книжками кроватка очень классная двухместная прекрасно тоже рабочее место этот дом для много как то раз я ведусь сказал многосемейная семья и сам от этого поржал очень сильно многосемейная семья многодетная семья видимо или просто семья с большим количеством людей давайте посмотрим как открывается закрывается эта дверь она закрывается открывается очень странно но как видите это должна быть раздвижная дверь посмотрите не-не-не-не-не-не-не-не зачем ты перед зачем ты передвигаешь я понял что это раздвижная дверь все нормально очень классно классно выглядит так отправляемся ого ребята смотрите какая крутая ванная она вся усыпана в цветах я такой первый раз вижу офигеть вот это здорово это очень классно сделано все у нас в бамбуке очень стильный дом ребята мне очень нравится здесь в этой комнате находится очень странная какая-то кровать такой поддон на котором можно спать тогда эти куда-нибудь я лягу спать есть нас книжечка здесь и на подносе у нас какие-то какая-то вода что ли стакан с водой стоит короче классно классно заходим дальше смотрим а здесь нас гардероб это у нас гардероб ребятки посмотрите да здесь можно покраситься здесь можно накраситься здесь можно переодеться а наверху чего ого здесь гардеробная с двумя этажами ребята это бомба это просто бомба отправляемся дальше смотреть здесь у нас питомничная можно покормить своего питомчика какого-нибудь давайте покормим например 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 фростика нашего покормим он давненько у нас не кушал фростик кушай отправляемся смотрим дальше что здесь еще есть омагат последняя комната видимо до последняя последняя комната а вот она питомничная это видимо нет или это просто это просто видимо детечная это просто детечечная здесь все в розовых тонах мне это конечно же нравится у нас есть картины на одной картине у нас здесь мышка изображена на второй картинке у нас здесь слоник изображен девчачья кроватка красит красивенькая микрофон кстати если вы не знаете что это за микрофон это микрофон называется blue yeti это точная копия микрофона blue yeti здесь видимо у нас какой-то малолетний блогер живет а я никогда не видел даже вот это вот штуки это он интересно сам сделал или нет маленькая такая штучка как она называется я не помню как она называется там ра несколько разных сортов песка и в этом песке находятся разные деревья пути по статуэтка просто и господи ювелирная сувенирная статуэтка какие отправляемся дальше смотрим уже финиш у нас уже финишная прямая а здесь у нас кухня кухня можем конечно же приготовить пиццу но стоп 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 где тесто где тесто не вижу тесто ребята непонятно а где тесто а вот 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 тесто все прекрасно тесто есть это радует берем и намазываем наше тесто всем что тут есть всем подряд намазываем намазываем на базовым и теперь отправляем ее в печь наша пицца готова всего 10 секунд и пицца готова давайте теперь ребятки здесь сядем все посидим и покушаем нашу пиццу великолепную приятного аппетита садимся садимся господа прошу вас садимся пожалуйста господа отлично ладно хозяин пока там готовит пиццу кушаем 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 пиццу ребятки напоминаю вам если вы хотите поиграть со мной также как эти ребята условия очень простые я говорил ранее в видео можете просто за половицы на меня в roblox и ссылочка на мой профиль в роблоксе также из первым закрепленном комментарии можете зайти в наш дискорд канал и можете подписаться на мой инстаграмм все ссылочки конечно же в первом закрепленном комментарии все мы покушали пиццу мы покушали пиццу смотрим последнюю комнату но здесь тоже все в нежных белых тонах это видимо телевизор да тут какой-то ток-шоу идет слушайте он знаете как сделал смотрите здесь несколько плакатов здесь как будто идет какое-то ток-шоу здесь несколько плакатов сделано классно два каменчика чтобы нам не холодно было слушай диман ты большой молодец мы сегодня посмотрели твой первый дом прошли с собой обе и посмотрели твой второй дом чувак ты крутой ты реально реально крутой держи от меня подарки мне все очень понравилось все дома 10 из 10 просто огонь да они не тематические но ну как относительно тематические первый дом был тематическим так я тебе знаешь чего дам ну конечно же по традиции я тебе дам fly зелье я тебе дам райд зелье стой 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 не надо не надо не надо мне ничего давать димон я тебе дам знаешь что еще и я тебе пожалуй дам неоновую fly пчелку я надеюсь тебе понравятся эти подарки ты большой правда молодец спасибо тебе огромное что впустил свои дома принимай пожалуйста трейд от меня я надеюсь ты рад о да я надеюсь ты рад димон спасибо тебе огромное вам огромное спасибо мои зрители за то что вы посмотрели до этого момента за то что поставили лайк подписывайтесь на мой канал и конечно же я надеюсь вы нашли все три секретных смайлика в этом видео увидимся в следующем видео ребятки всем пока пока